и уже старт это действительно перевал и так состав команд моей команды это и писать рейтинг то воин тьмы ас горк и волгин потом т32 это дарциус ансик на 1290 и 2 т1 это команда асетры они проиграли кайманом в полуфинале я только-только изменил название команд был 10 как всегда по традиции берут 2 был 10 ой мне наверное стоит выехать из круга так я уже из круга тем временем 2 и сумм и 300 третьих то есть такой тяжелый сетап без арты без всяких компромиссов без арты мы снимем уже третий матч и третий матч они нам показывают 2 был 10 парни как бы не отступают от своего креда название команды я считаю это достойно уважения потому что играть с ними не совсем удобно и достаточно сложно с ссу конечно да я вообще первый раз вижу на турнирах тем более финале не финале а бой за третье место так далеко дошли ребята с таким составом ну что ж тем временем полностью был 10 всем составом кроме т1 едет на ледник они выстраиваются здесь сверху на горке и су контролируют проезд а если 3 rush от уже подъезжает к воде к речке у нас же четыре тяжа встали около базы на h9 контролируют прямую ну длину и все и просто стоят ждут по сути на базе около 1 под горой 1390 контролирует мост т1 вот он светит двух троек которые выезжают на него и еще один т1 светит вашего там т1 если не ошибаюсь да с полочки на г3 пошли т1 убивают показан весь раз то есть все танки а осетры знают где они все танки и те что они вчетвером едут по девятке по прямой они угадали встречают вчетвером с удобной высоты все они просто это сейчас будет расстрел у них удобная позиция если ису не будут пробивать а если и субу пробивать их позиции выгодными сразу перестанут да вот кстати в такой перестрелке 32 намного больше выигрывает по сравнению с усом 3 она может высовывать только башню которую даже золотом бл10 не может пробить и стрелять в ответ ну а 829 отличный выстрел от ису она в ответ получает две плюшки у нее остается 30 процентов и она перестала светиться даже после выстрела осетры стреляют без засвета по ней ну подсвечивают иса 3 они отлично торгуют здесь сами не получая дамага а ису отстреливаются приходится астрам отъехать и так а на центре в то время т1 светит иса 3 90 по первой линии объезжает на базу очень непонятное передвижение а тут идет продолжает замес 4 на 4 и осетры оттягиваются они поняли что им не выгодно перестреливаться с сушками они просто оттягиваются теперь ису не могут стрелять по ним никак и сам нужно просто выезжать и получать дамаг либо ждать пока ису подъедут но пятый и третий ваш я вижу заходит в пину если его не перехватит 90 и что да он захватывает он встал на базу на захват а ты один вообще непонятно где ваш 3 ничего не делает он мог 90 не ехать намного раньше да все правильно силы разделены вольте осетры зажаты но убили суть теперь они 3 на 3 но один из них дешевый убыл здесь тоже есть умирает отлично два минуса есть 50 хп сделал минус еще до сих пор жив 2 на 2 даже 3 на 2 как бы да был 10 поехали в атаку с меньшим количеством хп поэтому они пытаются крутить ису но 599 хп остается 70 хп с 3 этого не видят нет вот видите по он разворачивает башню пытается да все он увидел он сейчас должен добить с 3 уезжает из красавица в общем то все пояса 3 остается 30 хп и 200 хп у ису их атака по леднику можно сказать абсолютно провалилась это провал осетры просто божественно угадали где встать как принять деф то есть изначально выглядел очень приятно да такой пассивный деф казалось бы будет оказалось просто все шикарно подрывая танковая рубилова буквально за две-три минуты прошел бой классно в общем да действительно был 10 несмотря на то что один раз пробили несмотря на этого реализовать из-за точности свой дамаг 10 проиграли 5 в с 4 13 90 не участвовал в бою да по моему ни одного дамага ни одного выстрела с пробитием вообще просто не стрелял он просто проехал на базу и встал и 4 против пятерых они выиграли на более выгодной позиции отлично да отлично задейфились и тем не менее даже если бы в этом замесе победили бы был 10 то 90 уже стоял бы на захвате и не факт что-то один смог бы с него сбить так что и тактически и в целом гораздо лучше себя проявили осетры следующая карта судя по всему рудники до рудники и так был 10 не меняют арту не берут почему-то взяли два 13 90 2 из сушки из а третьего осетры берут 2 90 их добавляют 1 даже 3 90 очень неожиданно очень неожиданно без артиллерии играть не рудники я такого еще не видел с маленькой артой но без арты да я тоже не видел еще ни разу кстати оказывается в этот раз там обращаются по тимспику команды очень удивительно потому что прошлые разы использовали голосовой чат были с ним проблемы даже иногда он просто отключался в клиенте и ребятам приходилось играть без звука сейчас с просто все отлично настроили то есть разработчики с каждым турниром улучшают качество игр скорость проведения и так старт боя счет 1 0 в пользу осетров так осетры 0 давая свой сетап они он не изменен по крайней мере для двух машин это ису также на пусть пустелька который божил на 200 шат 1 сейчас на из 3 и старбук на амx 13 90 и мамонтенок тоже на 90 а также 2 т 1 которые надеюсь сейчас меня быстренько убьют да у меня я уже озвучивал 3 12 90 и 2 из 3 такой более мобильный сетап ну в принципе он жизнепособен на карте там более тем более ну когда нету арты у противника так я сейчас буду просто отсюдить пышку ой мне мне наверно тоже стоило но нет ребята сами меня победил а ребята сами справились со мной со вспышкой правую кнопку мышцы я не мог стрелять я одно и так 3 13 90 едут по центру занимать горку у вас один заезжает только второй проезжает и минус тут же отлично враг враг уничтожил блин ису попалась самого 90 фейл . я не понял что произошло против троих и он убегает от них не получает все тут уже тройка прикрывать 90 заняли горку это просто жесть это вторую и су убила своего 90 он не сделал ни одного выстрела если не ошибаюсь она сначала я даже не знаю как у него оказалось 300 хп потому что последний выстрел был на 300 хп что две попало я тоже не заметил это я серьезно не понял но он заехал 300 хп и после этого он умер еще честно говоря я подумал что это арта целилась но потом вспомнил что арты просто-напросто нет да вот там то и дело тройки тройки обе тоже стоят около центра т1 на острове просто для приличия стоит светит и еще один т1 стоит в осень просто выезд из города контролирует 1 90 пытается высветить что-то по 8 и 9 линии а там его принципе поджидает поджидает т1 который должен засветить из 3 также на горе в принципе ты его видишь не с острова с горки да я его вижу 2 90 стали они наверно пересаживаются сейчас ну преимущество на стороне осетров они ну просто вы не 10 сами подарили преимущество своим противником не даже просто сейчас подождать определиться решить как атаковать удобнее и просто реализовать свое преимущество все да все правильно тем временем тем временем ису проходит по воде они еще раз делили свои силы и у вас осетров появилась возможность забрать эту ису которая в одиночестве она уже доехала до д3 д3 да она уже почти на базе т1 нет т1 засветился он стоит ныка еще интересная позиция для т1 так мне непонятно почему 92 на горе они могут подъехать а ису все вижу вот она окей да и со 3 2 и со 3 прикрывает вторая сушка вообще жесть т1 закосячил у осетров он пропустил по воде пор к себе и суть засветилась она только на и она получает на 400 а ты со 3 хорошо не загорается да она сможет заехать в жопу ну простите ты в противнику и растягивать их конечно дамаг она получила но я не понимаю почему как ты один смог пропустить еще 369 он без засвета стрелял и вот попал в нее и осталось 200 хп в ответ 700 но у нее есть шанс идет не уйдет на уйдет идет успевает тройка промахивает 90 зачем-то один съехал получил за это 350 хп урона но он едет и сюда бирать опять как он едет он едет под прямым прострелом ее она может его сваншотить если попадет сейчас я переключусь дождаться ей нужно попасть до попасть в упор но уже нет не успевает свестись она может развернуться и там его выстрелить она успеет развернуться все она давай выстрел ну же зачем же ехать гусля ну все мимо позже двое мимо бл-10 промахивается спешит третьим без дамага и только за 4 выстрел 90 смог снять 200 хп это нож это да это фейл 90 ничего не делают стоят просто на горке и ее контролируют но опять ситуация в пользу осетров ситуация по большому счету уже просто безнадежная 3 в 5 такие бои не выигрываются 600 хп осталось 90 если не ошибаюсь тоже не полный и 3 остается только полный и так оба иса да так оба иса подъезжают центру стягиваются последний воин тьмы который защищал базу перезаряжается 90 анцик тоже едет в центр нет он передумал он будет объезжать через деревню заезжать в тыл оправданный ход в принципе да да конечно просто нужно уверенно никуда не спешить объехать и просто выиграть этот бой это их раунд нужно его просто не зафейлить ребята ждут что они понимают свое преимущество 2 90 прикрывают проезжающего по деревне нет он вернулся он вернулся обратно он с деревни показался в деревне вернулся на центр но тогда мне не понятно чего они ждут они впятером сейчас все на центре сосредоточены буквально дело десяти секунд собраться в один кулак зарашить последний раз в этом бою победный да по большому счету дать по одному выстрелу в каждый танк и они лопнут 5 стволов наконец-то из 3 начинает подъезжать к камню под которым стоит из 3 врагов еще отворачивать размен 412 да отличный выстрел просто если минус у 90-го минус 500 хп ему снял ваншот и со 3 забрали фокус 90 и влетают да она кд у ису есть минус 2 выстрел 90 он заезжает в тыл вы все это минус ису возможно на кого-то еще заберет но ее это не спасет минус 200 остается сейчас все минус последний остается 90 у него может быть парус на рядов он вообще уезжает уже ему стоит убегать уже против четырех противников он никак не справиться бежать некуда все это бой за ситрами они выигрывают этот раунд но возможно он попытается как-то протянуть время три минуты есть надежда еще 21 нет надежды нет ну что ты такой пессимист я реалист пусть такой короткой карте 600 метров от края до края невозможно три минуты кататься от пяти соперников от 4 они еще сами могут захватывать 21 встречаются сейчас посмотрим да странно выезжал на него диметриус а волгана осталось всего 6 хп то есть практически раунд перестрелка получалось но сейчас 90 его доберет да конечно доберет ну а смысл равно вот два тяжа заезжают кстати два тяжелых тяжа заезжают на захват 90 может подъехать и убить их двоих если правильно будет но у 90 минус один снаряд уже у него все равно ему нужно четыре снаряда а и он встречает двоих девяностых из осетров это это скорее всего последний что он увидит в этом бою конечно ночью заборщик он увидел сломал его надо его оштрафовать за порчу государственного имущества дтп да т1 и это второй раунд уже официально можешь менять счет нас ждет третья карта был 10 конечно хорошо выглядит но они себя не оправдали в этом бою они не дали полторы тысячи дамага соответственно бесполезно юзис они дали по своему 90 дамага начнем с этого вообще вот это плейпер смолить жесть нужно будет попросить так и реплей озвучили писать чуть поздно первая карта была пиван сейчас 2 рудники 3 будет химмельсдорф если же на ней осетры не добьют противника не дожмут так скажем еще остаются в запасе карты карелия и энск да на самом деле было бы интересно посмотреть не только три боя но еще и карелию и энск конечно хочется увидеть сопротивление борьбу правильно насчет реплея сейчас второго боя вот этого начала мы покажем после окончания матча вот по третье место когда полностью все пройдут бои в перерыве между финалом мы запустим этот реплей да толерант и посмотрим да сейчас запросим только что запросим со своего реплея посмотрим а свой пересмотреть я думал может это сушек ну хотя ладно возможно это технически сложно так на самом деле больше всего я ждал наверное рудников если смотреть по картам карелия как-то не так интересно и городские карты тоже бодрые которые тоже будет весело и интересно комментировать так что я же сейчас был 10 правильно ты сейчас да 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 у нас не да ничего страшного просто нужно об этом помню не надо не надо сейчас я попросил поменять у нас шапочки висит чтобы зрителям было понятно что команда которую спар показывает толерант это то что написано слева за которую комментирую я это то что справа итак третий бой химмельсдорф гранатская карта мудрая танковая стоялова или рубилово сейчас мы узнаем увидели уже бои сегодня на этой карте так что из числе все-таки здесь получается рубилово стояла вот только начальное когда команды не решаются делать каких-то откровенных передвижений больших только первые пять минут последние минуту парни катаются давно в был 10 и опять две штучки интересно почему не 5 представляешь 5 был 10 вот они выстраиваются в деф-базы занимают два угла допустим и что им сделаешь умирают до играет один труп какой ну если смертник потом за этим смертником стоит две тридцать двойки выигрывают весь бой но это в теории это в практике ты пессимист нужно верить лучшее главное верить понимаешь конечно так и так все третий бой начался возможно решающим а сетрам нужно выбрать один раунд чтобы занять третье место в турнире время танков волгоград напоминаю приз за третье место это 50 сертификаты на сумму 50 тысяч рублей сити линка и если мне память не изменяет 400 тысяч золота на команду там огромное количество золота можно просто купаться в так по сетапам и старбук пустельга и мамонтенок на исах третьих берск и тор стейн на ису диметриус и хахак на т1 и так у меня далиус на тридцать двойки воин горка и волга на исах третьих и амсик на 1390 плюс 2 т1 это лурки и викинг разъезд и так т1 на один светит банан второй т1 идет очень агрессивно по третьей линии вообще смертельно агрессивно светить по третьей линии 90 его аккуратненько прикрывает сзади и все четыре чаша стоят на базе никуда не уехали и так т1 светит весь наш да все пять танков проезжают по двойке это рентгеном т1 светит браво просто отлично одно очко показала всю тактику противника и осетры видят перемещаются в сторону ж.д. около базы опять как на перевале а там дуэль т1 и выигрывает отлично он сейчас еще поедет на базу мимо них будет еще и нервировать их захватом так вот осетры как в первом бою отлично выстраивают защиту зная где пойдет противник и готовы уже вот встреча 3 4 в 2 очень неуспешная встреча для осетров они неправильно расставились оказывается они пробить от был 10 другие два танка заходят в тыл противником но они уже давят 5 на 2 остается один минус остается один в с 5 вторые два танка ничего поджог сделать поджог минус воин тимон за пару секунд теперь нужно быстро быстро развернуться и встретить тех кто обходит им нужно просто встать на захват т1 сбивает л-10 а ну убивает его просто и теперь они да они в преимущество не в круг уехали раньше но нет теперь их 3 на 3 3 на 3 трое кругу и у них был осетров точнее да у осетров трое и убил 10 трое кругу но тут из третьему мешают из 3 не пробивают в гуслю урон не проходит это ничья нет нет это ничья да это опять победа осетров 20 как видите 1290 который не участвовали в бою они решили исход боя да они решили исход боя просто 21 вот зачем они в турнире нужны они принесли команде третье место поздравляем поздравляем осетров 2 минуты по моему всего лишь около трех ну вот я смотрю всем всем